Всем привет! Сегодня у нас традиционная рубрика Хроники с объекта из коттеджного поселка Миллениум парк Мы видим с вами массивы декоративного лука, которые готовятся к цветению По бутонам можем с вами предсказать цветение белое Естественно, здесь все будет в белых тонах, здесь пряно-роматический наш огород Мы к нему подходить не будем, потому что он еще пока не набрал максимальную свою декоративность Видим с вами зеркало потрясающее Мое любимое очень оно мне нравится Не хочу заходить, потому что хочу, чтобы мы с вами нырнули и посмотрели, что же у нас происходит на территории огорода На территории теплицы Прямо по курсу у нас здесь красивая скульптура И теневой цветник, который в конце мая, он вообще на самом деле где-то уже с середины мая был очень-очень весь такой зеленый Мы видим здесь и остильбу, и анимону, и лобазник, и конечно же тоже луки декоративные Видим с вами грядочки, в которых все уже что-то там сходит Теплица тоже уже с рассадой Здесь у нас смородина на штамбе Цветет земляника великолепно И видим с вами массивчик голубики Предлагаю прогуляться в часть сада, которая за домом Там цветет фантастический декоративный яблони Сейчас покажу вам сравнение двух сортов Проходя мимо кадочных композиций, не могу не обратить внимания на вот эту виолу Вообще эта виола ампельная То есть если мы дадим ей возможность еще подольше себя проявить Она будет свисать с кашпо компании Конкретика Ампельную виолу в этом году покупали в совхозе Вашутина Еще раз полюбуемся Привет на наш пряно-роматический сад Вот в этом году здесь у нас появится цветник Такой же цветник, как за летней кухней Сейчас мы туда с вами тоже придем Он, кстати говоря, вот сейчас просто великолепно, потрясающе выглядит Прямо по курсу узнаваемый, узнаваемый сорт из яблони декоративной Это Рудольф Он, конечно, потрясающий Так обильно, как цветет Рудольф Ну, мало кто может с ним соперничать Но у нас здесь есть соперница Сейчас я вам ее покажу Мы возьмем с вами для сравнения цветочки Для того, чтобы сравнить вот этот потрясающий Рудольф С красоткой сорта Dark Rosaline Ребятки, посмотрите, какая она потрясающая Какая она сочная Какая она вот такая И посмотрите цветки Рудольфа Конечно, цветки Рудольфа, видите, да Уступают и по форме Они уже выцвели Рудольф был более темный, когда распускался Примерно вот как Dark Rosaline Посмотрите, как он выцвел на солнышке Ну, и мы видим, как лепестки смыкаются у Рудольфа И мы видим, какой плотный, плотный у нас красивый бутончик был У Dark Rosaline Она, конечно, потрясающая Обратите внимание, у Dark Rosaline до сих пор висят яблочки Те, которые птицы не склевали Это значит, что эта яблоня Украшала участок своими яблочками всю зиму Вот так вот А сейчас, ребятки, вы готовы? Вау-эффект Вот такой вот вау-эффект Посмотрите, какой у нас здесь Невероятно красивый теневой цветник В конце мая Причем он в таком потрясающем виде уже с середины мая Посмотрите, какая здесь уже высокая ботва Что мы видим здесь по культурам? Мы видим децентру, разбитое сердце Признаюсь, что здесь должна была быть децентра белая Но мы не смогли добыть белую децентру в прошлом году Цветник заложили в прошлом году, в середине лета Поэтому у нас здесь децентра видовая Хотя вот если вам удастся добыть другие вариации децентра Это, конечно, будет здорово Помимо децентра мы видим с вами здесь еще папоротники В данном случае это кочедыжник Lady in Red сорт Еще мы видим с вами здесь ботву На подходе у нас цветение луков декоративных Также здесь есть анимона Которая солировать будет во второй половине сезона Как раз ко второй половине сезона Децентра начнет где-то желтеть, где-то падать И даст возможность раскрыться анимоне Вот она у нас Анимона есть Анимона есть А еще, ребята, обратите внимание Что если ботву раздвинуть, мы увидим увядающую листву крокусов То есть весной здесь цвели крокусы Ботанически массово И, собственно, благодаря моему любимому приему Когда мы луковичные сажаем между многолетниками И подбираем их таким образом Когда луковичные отцветают Их увядающую ботву Закрывают своей биомассой уже многолетники Это вот, ну, потрясающе классный прием Продолжаем наш обзор сада В Миренеме Посмотрите, как здорово сочетается Одновременное цветение Децентра с Дарк Розалин Знаете, вот сейчас Я не жалею, что Децентра здесь розовая Вот так вот Предлагаю еще раз Оглянуться На эту красоту Забор в Миллениум парке Выполнен из дерева Просто вот видите Благодаря тому, что Поиграли с формой Деревянный забор Выглядит абсолютно Нетривиально Вот такой вот он оригинальный Он невысокий Не выше метра Яблонь декоративная Дарк Розалин Подбита она в данном случае Бересклетами Крылатыми И старый существующий Можжевельник Мы тоже здесь использовали Который Свою функцию Выполняет великолепно По поводу покрытия На детской площадке Это декинг Не думайте, что вдруг Он как-то испортился Это пыльца Это всего лишь пыльца Поэтому с декингом Здесь все в порядке Мы видим с вами Как в центральной части сада Готовятся к массовому цветению Наши луки Декоративные Ассортимент данного летнего цветника Вы видите на экране На нем останавливаться Мы будем подробнее Когда он будет В максимальной своей декоративности Сейчас в конце мая Мы видим, что Из-за культур Которые здесь предусмотрены Очень здорово себя проявила Пока что Я бы сказала Только Кровохлебка тупая Вот она действительно Набрала Свою биомассу И выглядит Весьма достойно Все остальные ребятки Пока что еще Просыпаются Их еще пока что Нужно ждать Совершенно не Сравнить С цветником Который мы с вами Наблюдаем За летней кухней Вот его даже Вот отсюда Видно Здорово В который раз Убеждаюсь Что вот в таких Узких Карманах Между строениями И забором Где глухая тень Самое лучшее решение Это Цветник из многолетников Причем Обратите внимание В последнее время Нам очень нравится Нашей команде Прием Цветников Из многолетников Когда ты Миксом все сажаешь Не Какими там Мазками Штрихами И так далее То есть Когда у Определенного растения Нет четкого контура И четкой площади Мы просто Все миксуем И выглядит это Ну очень Не изысканно Это яблони Рудольф Такой не останется Мы планируем Ее сформировать Зонтом Для того Чтобы у нас Вот здесь Вот открылся воздух Осталась Вот здесь Вот эта Красивая Красивая крона А здесь У нас Солировал цветник И между цветником И кроной Был воздух Собственно Нам нужен Эффект Такой же Как вот У Ирги Ламарка Которая здесь Высажена у нас И сформирована Зонтиками Точнее Она уже была Сформирована Уже привезена Зонтами По поводу плитки Часто слышат Вас вопрос В данном случае Это обычная Плитка тротуарная Которую просто Красят Обычным Либо Ну необычным Которую ежегодно Обновляют Краской И вот в данном Случа В этом году Ее лаком Обновляют Ребятки Я знаю Что могут Сейчас появиться Вопросы У меня Ко мне Как человеку Который Не любит Когда в газоне Высажены Какие-либо растения Я неоднократно Показывала Визуализацию Этой точки Газон У нас Запланирован Обрамлением Из массива Гортензии И формованной Живой изгороди Из кизильника Как здесь Но пока что Мы это решение Не воплощаем В жизнь Потому что Жалко газон Хочется Чтобы Малыши Которые Здесь На этом газоне Играют Для того Чтобы у них Было побольше Пространства А вот здесь В этом году Как я уже сказала У нас воплотиться В жизнь Новый Теневой Цветник Теневой Потому что Тени здесь Достаточно И отформованной Живой изгороди И от дома Ну а Здесь Не могу не отметить Мои любимые Сосны Пумелио Которые Конечно же Нужно прищипнуть Прищипываем их Каждый год Либо на Одну треть Побега Либо на Половинку Собственно Сейчас Самое время Для того Чтобы это Сделать Это Не затейливая Не сложная Процедура Можно получить Большое удовольствие Выполняя Эту Выполняя Эту Миссию Можно Кого-нибудь Из близких Приобщить К этой Деятельности И будет Всем Счастье И соснам Будет счастье Потому что Они будут Набитые Плотные Пышненькие И К деятельности Приобщите Кого-то из близких В общем Сосну Пумелио В цветочницах У дома Очень-очень Рекомендую Я думаю Что нам нужно Еще с вами Прогуляться До нашей Композиции Из хвойных И лиственных Растений Близко Подойти Мы не сможем Потому что Здесь Покрашено Мощение Но вот Отсюда Полюбоваться Вполне себе Сможем Обратите Внимание Это зонт Из боярышника Который Сейчас Цветет Мы посадили Берескветы Мы посадили Потрясающую Ель Акракону Вот Вблизи Мы видим Акракону Которая Посажена В прошлом году У нее Уже Великолепный Прирост Молодой Этого года Классные Розовые Шишки Ну Я вообще Люблю Повторять Растения Для того Чтобы Не было Никакой Бестроты Поэтому Здесь Ассортимент Довольно Сдержанный Акраконы Бересклеты И Можжевельники Где-то Можжевельники Андора Компакта Где-то Можжевельники Казацкие В зависимости От инсуляционных Условий Если тень Совсем Плотная Жесткая Тогда Мы используем Можжевельник Казацкий Хотя он Нам тоже За это Не сильно Благодарен Если Это Все-таки Полутень Или Солнце Конечно Андора Компакта Она Великолепна Ну Что Мои Хорошие Я Жду От вас Комментарии Хотите Ли Вы Ждете Ли Вы Обзора Этого Великолепного Красивого Сада В Следующем Месяце В Июне Месяце Субтитры подогнал «Симон»